В традиции индуизма очень часто изображают разных божеств с третьим глазом на лбу, который открыт, и иногда изображают этих божеств с закрытыми двумя глазами и с открытым третьим глазом. Я сейчас буду видеть изнанку мироздания, я сейчас буду видеть потоки энергии, духовных сущностей, демонов и ангелов, я буду видеть будущее, я буду предсказывать там что-нибудь, ну и так далее. Вот эта вот вся история. Это очень притягательные такие идеи, типа, о, да, мне это надо, пожалуйста, мне два штуки заверните. В восточной философии его называют глаз мудрости. Глаз истины. Понятие ясновидение также неправильно понимается, ложно понимается большинством людей, которые вообще используют этот термин и которые называют себя так. Человек, оперирующий своим обычным восприятием, находится в иллюзии. В иллюзии своего обычного восприятия. Он живет в картинках, в названиях, и из-за этого он не видит то, что есть, таким, какое оно есть. Тот, кто видит, как есть, обладает ясным видением, обладает вот этим глазом истины. Это, как есть, тоже известная притча про Будду, когда к нему пришли три паломника. Сидит Будда, и в это время его ближайший ученик по имени Ананда где-то там рядом, где-то там в саду, там что-то там, значит, убирается. И видит, что к Будде подходит один какой-то человек и задает ему вопрос. Там, типа, учитель, я так долго к вам шел, и вот меня беспокоит один вопрос. Мне очень важно, чтобы вы на него ответили. Есть ли Бог? Буду на него посмотрел и говорю, да, есть. Этот человек поблагодарил его, развернулся и ушел. Через какое-то время, ну, Ананда все это наблюдает, как бы слышит. Через какое-то время приходит второй паломник, подходит опять к Будде, да, тоже, и говорит, учитель, я так долго к вам шел, и у меня есть к вам один вопрос. Мне очень важно, чтобы вы на него ответили. Есть ли Бог? Буду на него посмотрел. И говорит, нет, Бога нет. Паломник поблагодарил его и ушел. Через какое-то время подходит третий паломник к Будде, говорит, учитель, я так долго к вам шел, и меня беспокоит один вопрос. Мне очень важно, чтобы вы на него ответили. Есть ли Бог? Буду на него посмотрел и продолжал смотреть и молчать. Через какое-то время паломник сел, закрыл глаза, погрузился в медитацию, спустя какое-то время открыл глаза, поблагодарил Будду и ушел. Ананда все это наблюдает, думает, что за херня происходит. Подходит к Будде и говорит, учитель, сейчас я видел, как три человека подошли к тебе и задали тебе один и тот же вопрос, и ты всем трем дал разные ответы. Почему? Он говорит, потому что первый человек испытывал большое внутреннее напряжение по поводу мысли о том, что Бога нет. Ему было очень важно услышать подтверждение. Он долгое время терзался этим вопросом, сомневался и искал какого-то авторитета, который бы облегчил его страдания. И поэтому я отдал ему тот ответ, который ему был нужен в его текущей ситуации. Другой человек очень сильно полагался на свои силы, он верил в себя, в то, что в его жизни у него есть выбор. И для него это было очень важно. И мысль о том, что есть какой-то Бог, который руководит всем, который не оставляет никому выбора, эта мысль его очень беспокоила, мешала ему заниматься нормально своей жизнью, своими делами и так далее. Ему было очень важно услышать, что Бога нет, чтобы у него ушли внутренние сомнения, чтобы он мог полноценно жить. Поэтому я ему сказал, что Бога нет. А третий человек был готов к переживанию ответа на этот вопрос. Он действительно искал Бога, и мой ответ был молчанием. И он понял, что словами это не описать, погрузившись в медитацию и испытав это переживание внутри себя. Вот почему я дал три разных ответа. Результат. Важен результат. А не ответ. Как говорят в христианской традиции, по плодам судите. То есть вот ученики тоже как-то раз подошли к Христу и спросили, Учитель, а как определить, где ложное, а где истинное? И Христос ответил, по плодам судите. По плодам. Потому что дурное дерево не принесет хороших плодов. А хорошее дерево не принесет дурных плодов. Поэтому судите по плодам. Мы с вами очень часто скатываемся на антураж. Забывая о фактах. О результатах. О плодах. Нам кажется, что если в нашей жизни что-то там происходит, даже если оно привело нас к хорошему плоду какому-то, мы можем обесценить этот плод, потому что мы как-то, как нам кажется, неправильно его получили. Должно было быть как-то иначе. А тут было как-то неэтично, не морально или что-нибудь еще. Но важен результат. Если результат хорош, все остальное не важно. В войне все средства хороши. Лес рубят, щепки летят. Результат. И вот это опять про какой-то выбор, да? Про вот эту мысль о том, что вот есть что-то правильное, есть что-то неправильное. На самом деле, все, что происходит правильно, даже если для твоего двойственного восприятия оно кажется неправильным. В восточной философии есть очень прикольная идея, которая большинством людей неправильно понимается. теми людьми, которые вот интересуются саморазвитием, духовностью. Большинством таких людей эта идея неправильно понимается. Идея про третий глаз. Вот что вы знаете про третий глаз? Скажите мне, пожалуйста. И открывается, когда у человека появляется способность предвидеть, как будто вы, или там знать напрямую, без чтения книг и так далее. Что же, что еще вы знаете про третий глаз? Мне кажется, это как интуиция через третий глаз. Еще как признак, как признак, ну, иного состояния человека, не отличного, вот, прозревшего, просветлевшего. Сверхспособность. Почему я сказал, что вот это понятие чаще всего неправильно понимается? Потому что чаще всего вот этот феномен третьего глаза, скажем так, да, вот это описание воспринимается как нечто магическое. Я сейчас буду видеть изнанку мироздания, я сейчас буду видеть потоки энергии, духовных сущностей, демонов и ангелов, я буду видеть будущее, я буду предсказывать там что-нибудь, ну и так далее. Вот эта вот вся история. Это очень притягательные такие идеи, типа, о, да, мне это надо, пожалуйста, мне два штуки заверните. Откройте мне третий глаз. Два третий глаз, мне, пожалуйста, еще третий и четвертый мне, чтобы вы. Я еще другу подарю. Я еще на затылок один. Да. Друг сломается, я потом сюда. Вот. И часто, когда человек занимается какими-то практиками, когда он начинает видеть разные образы во время медитации, когда к нему приходят какие-то необычные там видения и так далее, голоса там и прочее, он воспринимает это как, ну, типа, третий глаз. Вау, все, я в дамках, я необычный, я знаю, все, все хорошо, я ясновидящий, да? Кстати говоря, понятие ясновидение так же неправильно понимается, ложно понимается большинством людей, которые вообще используют этот термин и которые называют себя так. Очень многие к этому не имеют никакого отношения, к этому феномену, да? Потому что вот такое понимание феномена третьего глаза, как то, что я описал вам сейчас, это, условно говоря, человек уходит в трип. То есть, вот, скажем так, галлюцинации свои. И начинает воспринимать эти галлюцинации как что-то правильное. Что-то прям классное. Что-то желательное. Вот эти все видения духовных сущностей и так далее. Все, я красавчик, я красавица, я в дамках. Вы все тупые тут. И так далее. В буддийской традиции и в традиции индуизма очень часто изображают разных божеств с третьим глазом на лбу, который открыт. И иногда изображают этих божеств с закрытыми двумя глазами и с открытым третьим глазом. Что это значит? Вот этот феномен третьего глаза действительно есть такое описание восточной, скажем так, философии. В некоторых учениях это упоминается. Но этому феномену дается пояснение. То есть, называется это обычно не третий глаз. Потому что в этом описании нет того, что передает суть этого феномена. Ну, типа, третий глаз. Ну, такой же, как два других, только третий. Еще один. В восточной философии его называют глаз мудрости. Глаз истины. То есть, человек, когда медитирует и тренирует свое недвойственное восприятие и выходит за рамки своего сознания, которое оперирует логикой, разными представлениями о том, как должно быть, как не должно быть, как хорошо, как плохо и так далее, человек, оперирующий своим обычным восприятием, находится в иллюзии. В иллюзии своего обычного восприятия. Он живет в картинках, в названиях. И из-за этого он не видит то, что есть, таким, какое оно есть. Я часто это описываю на своих лекциях, на семинарах, когда описываю суть медитативного состояния. Такой метафорой я его описываю. Даже на этой лекции, по-моему, на первой мы упоминали вот этот феномен, что представьте, что у вас есть панорамное окно, но перед этим панорамным окном постоянно задернута какая-то занавеска. То серая, то розовая, то еще какая-нибудь. И вы постоянно воспринимаете все за окном таким цветом, каким цветом это занавеска. ваше восприятие постоянно искажено этой занавеской, цветом этой занавески. Вы не видите, как есть. Вы не видите истину, скажем так. Если вы помните, да, я это описал в лекции как состояние транса, сна, в котором мы пребываем. Незаметно для себя. И любое наше название и интерпретация, которую мы даем, любое наше мнение уже искажает наше восприятие реальности. Сужает его, искажает. И это транс. Когда нет мнения, когда нет интерпретации, нет оценки, нет твоего отношения никакого, и есть недвойственное восприятие, соответственно, медитативное состояние, ты видишь, как есть. Ты воспринимаешь, как есть. Именно этот феномен называют ясновидением. Видеть ясно. Видеть неомраченно. видеть ясно. Видеть как есть. Видеть не через призму чего-то. Не опосредованно через название, опыт, бла-бла-бла. А как есть. Как есть. То есть, недвойственное восприятие это и есть тот самый глаз истины, который открывается, условно говоря, это метафора, у человека, который правильно медитирует. Тот, кто видит, как есть, обладает ясным видением. Обладает вот этим глазом истины. Он не смотрит на этот мир уже двумя глазами своего двойственного, условно говоря, два глаза это как метафора двойственного восприятия. А один глаз это как метафора недвойственного восприятия. Не два. Одно. Понимаете? А двойственное восприятие всегда тебя обманывает. Это всегда ложь. Как бы ты не проинтерпретировал эту реальность, как бы ты ее не оценил, как бы ты к ней не отнесся, это ложь. То, что ты думаешь, это всегда ложь. Это всегда не настоящее, не то, что есть на самом деле. Поэтому, если вернуться к вот этой притче про Будду, кто-то бы, например, Ананда, его ученик, усомнился и сказал бы Будде, Будда, а какой все-таки из этих ответов был истинным? Ты дал три разных ответа. Получается, два из них были ложью и какой-то из них, наверное, был истинным. Но все эти ответы были ложными, по сути говоря, ненастоящими. То есть, без разницы, сказал ли я, что Бога нет, или что Он есть, или что промолчал, нет разницы. Наше двойственное восприятие уверено, что есть правда и ложь. В недвойственном восприятии нету этой идеи, этой концепции. Все ненастоящее, в любом случае ненастоящее. Как бы я это ни назвал, это будет ложью. Оно не отразит суть никогда. можно сказать, что все ответы были инстинны. А как же это все ответы были ложные? Можно сказать, можно сказать, можно сказать, да. На относительном уровне этих трех людей, на котором они находились, да, все три паломника находились на своем относительном уровне восприятия. То есть они все три паломника не обладали абсолютным недвойственным восприятием. И поэтому для каждого из них был дан определенный ответ, который приносил им облегчение в моменте. Из сострадания Будда, из сострадания к их омраченному состоянию Будда давал им какие-то ответы. Можно с другой стороны посмотреть на эту притчу, да, что вот как раз третий паломник, который получил ответ без слов, а прожил его, вот он получил истинный ответ. Два других, несмотря на то, что они получили прямо противоположные ответы, они получили оба ложные ответы, ну, на абсолютном уровне, и то, и другое было ложью. Но на относительном уровне, относительно каждого из них, это было истиной, потому что оно давало хороший плод, облегчение. Иными словами, если я с кем-то общаюсь, и я вижу, что для этого человека предмет обсуждения очень важен, я соглашусь с ним, скажу, да, так и есть, ты прав. потому что я буду понимать, что он находится на относительном уровне своего восприятия, он не может на это посмотреть, как на игру, для него это что-то важное, поэтому из сострадания я не буду ему объяснять, да, этого же на самом деле нет, ты что, не понимаешь? Нет, он не поймет, он пьян, как говорят, трезвый пьяного не разумеет, или пьяный трезвого не разумеет, поэтому из сострадания я дам ему то, что он просит, да, вот это первый момент, про осознанную глухость, да, и про то, что же на самом деле является правдой, что истинной, и про то, что такое третий глаз на самом это не галлюцинации, которые тебе приходят в медитации или в каком-то там трансе, галлюцинации это всегда галлюцинации, это всегда какие-то формы, которые всегда искажают твое восприятие, это может, это просто более тонкий уровень галлюцинации, вот есть грубый уровень галлюцинации, вот то, что я вижу двумя глазами вокруг себя, но если я медитирую и развиваю свою чувствительность, я имею возможность видеть более тонкий уровень галлюцинации, то есть здесь я смотрю вокруг себя, говорю Максим, Лена, Богдан и так далее, да, это мой грубый уровень галлюцинации, мужчина, женщина и так далее, а потом я погружаюсь в медитацию и начинаю видеть ауру каждого из них. Что в этот момент на самом деле происходит? Я вижу более тонкий уровень своего двойственного восприятия, у этого аура красивая, у этого некрасивая, у этого темная, у этого светлая, я продолжаю находиться на относительном уровне восприятия, просто на более тонком. Да, это может быть как-то полезно, я могу это как-то использовать, я могу об этом сказать, человеку, ему может в чем-то это помочь, но это не глаз истины, это не то, что на самом деле. Есть такая история про одного даосского мастера, китайская традиция, даосизм, у этого мастера был ученик, и этому ученику казалось, что его мастер его ничему не учит. У китайцев это, кстати, распространенная тема, что как бы если ученик вот приходит к мастеру, да, и мастер его может в прямом смысле как бы ничего не учить. Для чего это делается? Для того, чтобы ученик мог наблюдать за мастером и чувствовать его, быть рядом с ним, чтобы он сам по себе естественно пришел в то же состояние, в котором находится мастер. Зеркальные нероды, прямая передача, без слов. И вот этот ученик, он как бы этого не понимал, и он очень переживал, и его постоянно терзали сомнения, что мастер его не учит, и вот он как-то пошел в город, такой весь в печали, бродил по городу, и вдруг увидел очень необычного человека, весь обвешенный четками, с длинной бородой, в какой-то мантии, с хитрым прищуром, и этот ученик посмотрел на него и подумал, вау, какой необычный человек, не то, что мой мастер, обычный старик, наверное, вот он и есть настоящий мастер, а дай-ка я к нему обращусь. Он к нему подошел, говорит, я вижу, что вы очень необычный человек, у меня такая ситуация, что вот я, значит, учусь у некоего учителя, но он какой-то самый обычный, почему-то он меня ничему не учит, и вот этот вот человек, которого он встретил, он говорит, да, я помогу тебе, я могу видеть третьим глазом, давай я посмотрю на этого твоего учителя третьим глазом и расскажу тебе про него правду, да, давай, и они вдвоем, значит, пришли вот в то место, где находился этот его учитель, и где-то спрятались, и, значит, этот необычный маг, да, вот он волшебник, ну, грубо говоря, экстрасенс, он, значит, выглянул такой, типа, вот сейчас я, значит, настрою свой третий глаз, и вот он посмотрел на него, и через какое-то время такой, да, ты был прав, твой учитель никакой не мастер, вообще, я вижу, что он демон, у него там какое-то подселение, значит, демоническая сущность, ученик такой, как хорошо, что я вас встретил, и вы меня предупредили об этом, и я понял, что мой мастер на самом деле опасный, и не стоит у него учиться, ведь у него демон там, ну, и так далее, и ученик попросил снова этого экстрасенса, говорит, посмотри на него еще раз, может быть, еще что-то интересное увидишь, и этот экстрасенс опять, посмотрел, значит, настроил свой третий глаз, значит, посмотрел на этого учителя, прищурил свой третий глаз, и через какое-то время, говорит, да, все-таки ты действительно был прав, что сомневался в своем учителе, я увидел, что твой учитель серьезно болен, и скоро должен умереть, тебе нет смысла у него учиться, ученик в еще большем шоке, как хорошо, что я вас встретил, теперь я знаю, что там с этим учителем бесперспективняк, теперь я могу не тратить свое время драгоценное на то, чтобы с ним рядом быть, и он говорит, посмотрите еще раз на него, может быть, что-то еще интересное увидите, и третий раз экстрасенс, значит, прищурил свой третий глаз, и посмотрел на этого учителя, и вдруг он побелел, глаза у него расширились, он закричал, затряся и убежал, ученик не понял еще, что произошло, но увидел, что учитель смотрит в их сторону, он, значит, такой, сконфузился, приследился, подошел к учителю, ну, и как бы сознался, что же произошло, да, что же это было вообще, учитель говорит, да я, говорит, сразу вас увидел, я, говорит, знаю этого человека, говорит, что он тебе рассказал, ну, и этот ученик все, значит, рассказывает, вот это вот, он говорит, сначала я представил, что у меня рога, поэтому этот экстрасенс, увидев рога на моем астральном теле, на моей ауре, подумал, что в меня вселился демон, когда он посмотрел на меня второй раз, я убрал всю свою ауру, и он подумал, что я сильно болен, и вот-вот умру, а третий раз, когда он на меня посмотрел, я показал ему свою истинную сущность, я показал ему эту черноту, эту пустоту, это ничто, которым я являюсь на самом деле, и это его ужаснуло, он никогда не сталкивался ни с чем подобным, поэтому он в страхе, в ужасе убежал, и ученик понял, что перед ним действительно мастер, и он попросил у него прощения, и продолжил у него учиться. если говорить о глазе истины, который реализуется за счет практики медитации, это видение вот этой черноты, пустоты, ничего, которое везде внутри и вокруг тебя, это вот так можно описать, у некоторых из вас было подобное переживание во время медитации, когда внутри ничего не было, пусто и темно, чернота и пустота, бездна, ничего нет. Очень интересно, что в христианской традиции определенные подвижники, святые, также описывали встречу с Богом, например, есть такой персонаж Максим Исповедник, есть другой персонаж Дионисий Ариапагит, вот два таких ярких персонажа, они святые, это представители Исихазма, я уже упоминал это направление, и они вели дневники своей практики молитвенной, они описывали свой опыт, даже можно в интернете найти, то есть это ну как бы доступные тексты, и вот там они описывали опыт встречи с божественным, и они его описывали не как свет, любовь, добро, ангелы, они его описывали как чернота, пустота, ничто, бездна, вот примерно так, такая история, если говорить опять же про истинное и ложное, мы как бы мы с вами верим, что вот это правда, вот это неправда, на самом деле и то и другое является и правдой, и неправдой в каком-то смысле, ну например, я вам могу сказать, если очень простой пример привести, я вам могу сказать, что меня зовут Георгий, вот, и вот реакция какая, да, да мы же знаем, что ты никакой не Георгий, что ты тут шутишь нам, врешь, опять, да, но если я вам скажу, что я Паша, это не вызовет сомнений, да, потому что для вас Паша это правда, Георгий это неправда, но при этом что такое Паша, если подробно рассмотреть, это просто название, которое когда-то кто-то дал этому телу, этому персонажу, название, которое я сам этот персонаж не выбирал, просто четыре буквы, которые прилепили к этому персонажу, к которым он привык, но действительно ли я эти четыре буквы, действительно ли я Паша, можно ли сказать, что это отражает мою суть, мою сущность, что-то настоящее, нет, то есть на таком более глубоком уровне, если вот в эту сторону посмотреть, я понимаю, что я никакой не Паша, так же, как я никакой не Георгий, я никакой не Паша, в христианской традиции про это, про это задается тоже такой вопрос философский, кем ты был до того, как родился, и вот если вы задаете себе такой вопрос, не просто вот интеллектуально его задаете, да, ну, наверное, я был душой, бла-бла-бла, а может быть, я был, не знаю, чем-то ангелом, или там, чем-то еще, там, да, энергией и так далее, да, но если вы переживете ответ на этот вопрос, кем ты был до того, как родился, ведь можно не думать об этом, а чувствовать это, да, если вы как бы дадите себе возможность это прочувствовать, там ничего не будет, там будет пусто, ваше сознание придет в тупик, а, пусто, ничего, и это будет ответом, это будет медитативным состоянием, вот это ничто, вот эта пустота, вот эта сдача вашего сознания, тупик вашего сознания, это и будет медитативным состоянием, то есть у этого вопроса есть прикладное применение, поэтому этот вопрос и задается в рамках христианской традиции, чтобы человек прожил вот этот опыт и понял, что, ну никакой он не Паша на самом деле, и Паша это такая же фикция, как Георгий, ну и с другой стороны, Георгий так же истинен, как Паша, например, я могу поверить в идею о том, что энергия имени влияет на мою судьбу, благо 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 я хочу все изменить, поэтому я возьму себе другое имя, в каком-то смысле это работает, в каком-то смысле, именно поэтому в разных традициях есть такой ритуал смены имени или получения некоего духовного имени, в каком-то смысле это помогает немножечко абстрагироваться от того, что было до, того, как ты получил некое посвящение в практику, в традицию, да, и в каком-то смысле это помогает тебе идти этим новым путем, в каком-то смысле это помогает оставить старый багаж, но только в каком-то смысле, только в каком-то смысле, смена имени тебя не спасет смена названия не приводит к освобождению это полумера это вспомогающий инструмент без которого можно обойтись или можно воспользоваться в зависимости от каждого конкретного отдельно взятого человека поэтому вот так в каком-то смысле да но не в том понимании которое обычно в это вкладывают я чувствую еще вот этот вот глаз истины да так называемый это чувствование того как есть восприятие того как есть и как должно быть не как бы ты хотел как ты считаешь правильным и так далее как ты думаешь а как есть медитативное состояние не двойственное восприятие это когда нет того кто выносит суждение нет того кто оценивает нет того у кого есть личный опыт мнения хотя какие-то да и когда в твоем восприятии нет твоего личного отношения она не омрачено и ты начинаешь видеть как есть и как должно быть вот смотрите мы тоже с вами про это уже говорили вот тоже про принятие решений да я говорил что у человека есть опоры своего рода в принятии решений если человек совсем тупой себя не чувствует не осознает свои реакции свое внутреннее хорошо и плохо не осознает в таком случае ему надо ориентироваться на закон как сказали как принято как надо и так далее смотри пдд не чувствуешь ситуацию на дороге смотри пдд начинаешь чувствовать ситуацию на дороге пдд пусть будет но она уже вторично первично чувствование ситуации на дороге понимаете если вы водите автомобиль вы понимаете о чем я говорю что где-то ты можешь не согласно пдд пропустить кого-то где-то притормозить где-то немножко ускориться и так далее да потому что ты чувствуешь ситуацию на дороге есть твое внутреннее ощущение того как она ну типа правильно а как неправильно твое человеческое отношение это примерно я такой еще пример люблю приводить чтобы было понятно о чем идет речь в чем разница между законом и чувствованием себя и ситуации я как-то раз пришел в поликлинику по делам своих родных и мне нужно было получить определенную справку я обратился в регистратуру там сидела строгая женщина я спросил у нее где я могу получить вот такую справку она на меня строго посмотрела и сказала вообще-то молодой человек сегодня у нас среда а справки эти выдают по четвергам 3 до 5 таком-то кабинете по правилам я так искренне расстроился как жаль я так долго сюда ехал она подобрела и говорит но вообще-то молодой человек врач сейчас в этом кабинете поэтому вы идите подойдите к ней она вам напишет эту справку что произошло правило есть есть чувствование ситуации чувствование своего внутреннего хорошо плохо и вот эта женщина положила болт на правило да и поступила по-человечески как ей казалось правильно понимаете я пошел и сделаю справку и никто от этого не пострадал уже никому не стало все хорошо так же как и на дороге это очень часто работает да там никто не пострадает если я здесь буду ехать чуть побыстрее или здесь вот я кому-то пропущу ну как бы нормально никому хуже не стал от этого есть третий вариант еще то есть вот в китайской традиции про это говорят так еще раз кто не понимает d добродетель свое внутреннее не чувствует себя следует закону кто понимает d вот эту добродетель свое внутреннее хорошо плохо тот может не следовать закону но есть еще третий шаг а тот кто понимает дау может не следовать d добродетели а что такое понимание дау это реализация медитативного состояния и в этом состоянии уже нет твоего внутреннего отношения ситуации нет твоего хорошо и плохо как бы ты считал правильным и так далее и ты сливаешься буквально с этой ситуации и чувствуешь как должно быть на самом деле не как ты считаешь все нет того кто считает ты чувствуешь как должно быть на самом деле должно быть для чего для всего для этой реальности с точки зрения космических законов и это может абсолютно отличаться от представлений о добре и зле и от закона но с точки зрения дал бога так должно быть и человек правильно практикующий медитацию в определенный момент начинает чувствовать не интеллектуально не логически а чувствовать как должно быть причем даже интеллектуально ты не сможешь себе это объяснить и вот будет чувствовать вот так надо почему не знаю вот так на так должно быть можно сказать и тогда то есть у нас развивать у нас развивается сознание да про это в китайской традиции в даосизме говорят так дао никогда не уходила от человека это человек ушел от дао я даже помню когда я думала не могу объяснить не спрашивают а я не могу объяснить почему я так сделала и я начинала одну себе объяснять и в итоге вот я уходила от этого состояния вот это я сейчас понимаю вот чтобы вы понимали что это не философия чтобы вы не воспринимали мои слова сейчас как сказку которая с вами никогда не произойдет я приведу вам простой пример пример для того чтобы вы поняли что с вами это уже происходит просто на микро уровне и вы пока еще не понимаете что происходит именно это то что я описал и вот вам простой пример вы делаете медитацию упражнение первое закон да вот этот уровень закона павел сказал стать вот так представить все стоим так как я тупой я себя не чувствую как будто бы да я не про себя рассказываю хотя я просто павел тоже тупой такой же тупой и он павел никогда не поумнее павел всегда будет тупым такова суть павла и суть вашего сознания такова нечего искать совершенства в несовершенном она никогда не станет совершенным его суть несовершенстве это я про ваше сознание говорю про вашу личность многоуважаемым она никогда не будет идеальным у него нет такой задачи идеальная вообще в другом месте это другое состояние которое всегда было идеально тебе надо просто его обнаружить внутри самого себя и понять что вот это идеальное и не идеальное это не связанные между собой вещи поэтому богданы павлы и так далее вот и все дурачки пусть будут но они никогда не поумнеют они всегда будут дурачками они всегда будут оперировать логикой интерпретациями оценками и так далее на микро уровне да на микро уровне вот вам другой уровень вы стоите в этом самом дереве и друг у вас сильно зачесался нос и он так сильно чешется вас так сильно это отвлекает и вы такие ладно почешу почесали нога затекла и вы так раз подвигали ногой немножко вы уже отступили от правил отступили от правил но вам это принесло облегчение плод позитивный целом катастрофы не произошло все нормально я помогу продолжать дальше медитировать и третий уровень и вот в какой-то момент мой мозг пришел в медитативное восприятие недвойственное мое сознание отступило сдалось ушло на второй план погасла и вдруг мое тело само по себе начинает двигаться я не руковожу этим телом я не выбираю все эти траектории я понять мое я мое сознание понятия не имеет почему сейчас моя шея так изогнулась моя голова так наклонилась почему меня так положила и так далее но я четко знаю так должно быть так надо так надо так будет благо так будет благо для моего тела система себя корректирует и в этот момент что можно сказать про вот этот феномен это проявление того самого дао происходит то что должно быть не потому что ты так решил а потому что что-то в тебе знает как должно быть понимаете мой пример вот она то о чем я вам говорил до этого это не сказка а потом этот же принцип этот же принцип масштабируется прорастает на все остальные ваши жизненные процессы если вы дальше продолжаете медитировать правильно культивировать это состояние я уже говорил она постепенно выходит за рамки самой медитации убирается граница между медитации и не медитации ваш мозг постепенно приучается к этому состоянию и вот уже где-то в жизни вы вдруг четко чувствуете что вам нужно съесть вы не можете никак себе это объяснить вы понимаете что это ощущение что вам нужно это съесть а ну как бы даже и не ваша как будто вам как будто вам кто-то приказал это съесть и вас не спрашивал хотите вы не хотите любите в этой люди любите какую-то ваше отличное отношение отношение вашей личности Ушло далеко на второй план Перестало быть интересным Скажем так Чему-то большему в тебе И вот это большее тебе говорит Вот это ешь Например Среди моих учеников Есть такие примеры Когда некий участник ретрита После ретрита Сначала у него были коррекции Вот эти физические в медитации А потом он стал рассказывать Он делился со мной Мы переписывались Он говорит Я не знаю как это описать Но как будто бы голос в голове Иди съешь там Торт Торт вот этот купи Ешь его Я говорит А я говорит же на диете Вообще-то Мне нельзя же Я говорит иду А там как будто бы нельзя ослушаться Это как будто бы не предложение А приказ И вот он мне долгое время Описывал вот этот феномен Что как будто что-то в нем Точно знает Что и когда ему съесть Понимаете? То есть так же как с телом Как будто бы что-то Тебе точно знает Какое движение сейчас должно быть Как твое тело должно загнуться Чтобы там что-то расслабилось Например А некоторые мои ученики Описывают другой феномен Те которые водители машины Говорят Я еду И вдруг я понимаю Что еду не я Что-то другое едет Я говорит понимаю Что я понятия не имею Почему я еду сейчас именно так Почему я еду с такой скоростью Но при этом мне невероятно комфортно И я четко чувствую Что вот так надо ехать сейчас Я понятия не имею Что я там обрулил сейчас Почему я не обгоняю этого козла Но что-то во мне Едет вот именно так Как будто бы Это едет без меня Понимаете? Вот это примеры моих учеников Это примеры из разных сфер жизни Примеры описывающие Вот этот феномен того Когда ты чувствуешь как надо Как должно быть Как должно быть И это очень странный феномен Вот как для многих из вас Было странным Когда ваше тело Стало двигаться в медитации Как будто бы Не вы это делаете А за вас Что-то другое это делает Вот так же представьте Как вы в жизни чувствуете Как что-то другое Всегда знает Что вам делать Что не делать И вопрос выбора Уходит сам собой Вообще Ты понимаешь Что тот, кто метался Вот этим вопросом выбора Это чувак Который вообще ничего не знает Тебе У него всегда просто Какие-то домыслы Гипотезы Наверное так правильно Или так правильно И так далее Вот Это про третий уровень Вот это глаз истины Вот он третий глаз Когда я знаю Как должно быть Как надо Так вот это Я не знаю Я не знаю Я не знаю Что это Как надо